Всем доброе утро! Я уже позавтракала, все дела. Хожу, тут вещи разбираю и смеюсь на эти... У мужа прям теплые вещи прячу. Я говорю, это тебе уже не понадобится. Потом думаю такая, а может и понадобится. Хрен его знает, когда нас выпустят на улицу, когда разрешат выходить. Может быть, осенью, и тогда опять нужно менять гардероб. Ой, млеенный смех и грех. Ну а что делать? Вот такая вот у нас опять погода. У нас даже погода не хочет налаживаться. Скажет, а зачем? Зачем солнце? Все равно на улицу нельзя. Нафиг. Хотя мне вот эта погода очень нравится. Знаете почему? Потому что заниматься на улице это вообще класс. Солнце не светит, не так жарко. Погода оптимальная для занятий. Кстати, я сегодня встала на весы. Я еще килограмм скинула. Но спорт, как говорится, идет мне на пользу. Раньше-то я занималась только вечером, когда в спортзал ходила. А сейчас-то и утром, и вечером. Поэтому может быть так. Так, что еще? Я пасху уже достала, сделала. Кулич хочу сегодня делать. Знаете, вроде бы думала делать, не делать. А потом думают, сделаю. Почему бы и нет? Машинка стирается. В общем, все по плану. А сейчас иду с Чарли гулять на улице. Так, что я тут стряпаю? Значит, у меня сейчас в духовку отправятся на 20 минут. Баклажанчики. Наружности я вытащила. Вот сейчас их буду резать. Это не мои наружности. Морковочку сейчас потру. Морковочку, лук, потру. Наружности порежу. И обжарю все на оливковом масле. А пока баклажанчики отправляются на 20 минут в духовочку на 180 градусов. Пока у меня там все жарится. Милота какая. А что ты на коврике лезешь? Целый диван у него распоряжение. Он на коврике лежит. Морковку Чути принесла. Ты хочешь? Чути, ты хочешь? Морковку. Сейчас как-нибудь ему ее прицеплю. Вот так ему прицепил. Палку больше не хочу ему пока давать еще одну вкусняшку. Потому что он ее жрет много. Еще жирным у меня станет. Ожирение будет у него. Пока у меня там все делается, я пойду на зарядку становись. Я с Чарли уже погуляла. Смотрите, как калы растут. Позанимаюсь. И потом уже конкретно будем готовить. Кушать. Кулич делать буду. Достал уже дрожжи. А я же еще у меня сегодня помимо баклажанов. О, что-то у меня все тут творит. Будет курочка тоже в духовке. Я уже замариновала. Готовим шедевры. Пока есть время. Можно что-нибудь вкусненькое приготовить. Да. Вот. Мое любимое крылышко. Соус. Остричный, соевый соус. Чеснок сушеный. И приправы для курицы. Все маринуется. В зажарку я добавила сыр сливочный альметто. По-моему так называется. А курочку запихала в пакет. Пакет. Да. Вот у меня после занятий. Такие трудные занятия были вообще. Прям сил нету. 400 килокалорий сожгла. Думаю, вы уже знаете. Прям такие, правда, сложные-сложные. Думаю, ай, все, не буду делать. Потом мне так самым надо. И вот так вот до конца. Все. Отправлю минут на 40 в духовку. За 10-15 минут посыплю сверху сыром баклажаны. И будет вот такой вот у нас обед. Кулич в процессе. У меня изюма не было. Но у меня была клюква сушеная. И этот, как его? Финики. Финики нет. Инжир. И клюква сушеная. Чем не сухофрукты? Вот так вот. Рецептов на YouTube очень много. Я взяла рецепт с YouTube. Поэтому я не знаю, что получится. Но понравился рецепт. Он там идет с сгущенкой. Как раз я купила сгущенку. Сметану я вчера на этот использовала. Достала сырок себе. После обеда схаваю. У меня почти уже все готово. Сейчас покажу вам. Смотрите, шапочка уже поднимается. Так что это тесто долгоиграющее. Три часа его нужно делать. Поэтому думаю, что надо уже приступить. Время полвторого. Такие прям приятные хлопоты, знаете. А еще когда времени дохрена, то все, зашибись. Я помню, раньше не было времени на всякие эти куличи. Тесто дрожжевое. Потому что оно подходит час-полтора. У меня не было этого времени, чтобы вот прям просто сидеть дома. А сейчас, пожалуйста, сиди. Ты такая либо моя сладкая. Бетез, я тебя так люблю. Ой, вот так развалился. Развалился. Развалился моя сладкая рыба. Да. Ой, ой. Ой, свое животик, животик свой. Хвостик свой. Иди целоваться. Иди целоваться. Иди целоваться. Да, да, целоваться, целоваться. Давай еще целоваться. Еще, еще. Еще целоваться. А теперь Чучу ему надо дать. Продажная шкура Еще целоваться Иди целоваться Такая любовь моя Иди еще целоваться Иди целоваться Скажи, мам, я целовала Пойдем Вкусняшку Пойдем Вкусняшку Скажи, мам, дай мне вкусняшку Какую-нибудь печеньку На, сердечко тебе Вот такие Вот так и проводим карантин Вот так выглядит наш обед Очень даже, мне кажется Неплохо Всем приятного аппетита Формы для куличей у меня нету Ну, такие вот куличики получились Я с ними целый день Возилась Они час надувались Сдувала Потом еще один час надувались Подходили Один, правда Не то, что не получился Сгорел Сверху Ну, мы его уже опробовали Нереально вкусный Классный Такой, знаете, необычный Он с гущённым молоком Вот А я сейчас пойду С Чарли погуляю Я вынесу мусор Там у нас собрался И Потом пойду на крышу Фитнесом заниматься Я сегодня куличик попробовала Чаем попила Чай с этим С облепихой Вы знаете, я никогда в жизни Не пила облепиховый чай В России нигде В Испанию приехала Пью облепиховый чай Я в Испании не видела Нигде облепиху Поэтому Как бы поэтому Я говорю, что странно Я даже знаю Думаю, если я покажу Испанским родственникам Что эту ягоду Они не поймут Что это такое Если ошибаюсь Напишите в комментариях Может быть она и есть В Испании Но я не видела И вот в Испании Пью облепиховый чай И мне нравится Такой вкус Прям кисленький Вкусненький В общем, да А больше ничем не занимались С этими куличами Говорю Час засекать Потом их обминать Потом опять Опять И в общем, да Если есть время у кого То стоит Они этого стоят Они очень вкусные Сейчас еще Когда они остынут Сделаю безе И сверху Намажу безешкой Украшения Даже не знаю Мне кажется У меня ничего нету Такого для украшения Ну Может быть Сухофруктами Какими посыпателями Или что Не знаю А вот какой-то Мамелад у меня есть Мамеладку Может быть Выставлю Не знаю Что-нибудь придумаю Для украшения А пока С Чарли гулять Вроде ничего и не делала А день прошел Это мы, наверное Уже входим в рутину И вот такое еще Мне сегодня звонил бухгалтер Я документы Фактуры Накладные Так и не сдала Аниму Но у нас Их отсрочили То есть С первого до двадцатого Нам нужно было Когда при нормальной жизни Выплачивать налоги Сегодня уже По-моему Восемнадцатое Да И он мне сегодня Я ему звонила Пару раз Потому что Мы даже не пару раз Мы созванивались Я много раз говорила Насчет помощи Частным предпринимателям Вот Бумаги там ему отправляла А вот именно Накладные Я ему не отправляла И вот он сегодня Мне позвонил И говорит А ты мне приносила бумаги Я говорю Нет Я говорю Сто раз тебя спрашивала Бухгалтер он друг мужа Поэтому Поэтому вот так вот И он говорит Ну тогда мне принеси В понедельник Так что в понедельник Понесу бумаги И пробздюсь И погуляю по городу Посмотрю Хотя я и вчера гуляла Вчера А вчера где я была-то? В Лидл ходила Да Кстати Надо сегодня крылышки Замариновать Завтра на барбако Еще мы завтра С девчонками встречаемся Ох Пасха Как это восхитительно Блин Только вот Единственное Что мы всегда так Классно ее отмечали Прям знаете У нас многие девчонки Постились В этом году Ну ничего Я созваниваюсь с ними Они тоже все В четверг все мыли Вчера все яйца красили Там пасхи делают Еще что-то Ой моя пасха Сейчас я вам покажу Мою пасху Естественно Формы у меня тоже нет Но такая у меня Пасха получилась Она нереально вкусная Знаете чем напоминает? Творожная масса Прям вот Творожная масса С изюмом Но у меня с черносливом Вот Поэтому Должна быть Очень вкусная Завтра вот так Мы будем лопать И она прям Хорошо так Это отжалась В общем да Надо на ней Как-то Христос воскрес Делать Вот тут Или как Все тем же Этой Облепихами Ну вот Этими ягодками Сушеным Как-нибудь Выложу И завтра Будем вот так Отмечать Пасху Смотрите Я ее не пробовала Но я уверена Что она вкусная А вы делайте Пасхи С ними Очень много Возни Прям вот С ней Возни много Потому что Несмотря на то Что я делала В роботе Но я все 20-25 минут Смотрела Чтобы она Она не должна кипеть Чтобы до первых пузырей Вот я за ней следила Теперь я зато Я знаю времени И можно даже Просто так сделать И покушать Ладно Хватит болтать Потом вам попозже Расскажу Про ситуацию В Испании Хотя она Очень Ничего нового Как не Не жаль Но Расскажу Все равно Если вам интересно Субтитры сделал DimaTorzok Пока я тут занимаюсь У нас все Традиция продолжается Хлопанье в ладоши Так вот Тоже похлопаю Смотрите Там ребеночек А я продолжаю Дальше Ты какой Такой Пиздец Мое поле Битвы Субтитры сделал DimaTorzok Я позанималась Там дети орут У соседей Они постоянно орут Не только потому Что они закрыты Они и раньше орали Причем как бешен Такие Ну вы сейчас Может быть услышите То есть С ума сходят А я сейчас вам Расскажу немного Про то Как у нас тут Проходит этот Коронавирус Дурацкий В общем На сегодня У нас 192 тысячи 920 человек Которые заражены 192 тысячи Офигеть 20 тысяч 43 человека Умерли И выздоровела 74 тысячи 662 человека Вот смотрю Кстати в Италии Меньше зараженных Но больше Умерло человек В общем да Вирус растет Вроде бы говорят Что улучшения Незначительные Улучшения Есть Там чуть-чуть По чуть-чуть И из-за того Увеличения Зараженных Почему растет Потому что делают Тесты И поэтому Вот каждый день Растет все больше И больше Потому что Тесты делают Не знаю Правда или неправда Я уже настолько Привыкла к этому По мне Так ничего не меняется Вот абсолютно Ничего не меняется Потому что Каждый день Число зараженных Растет И растет И растет И я вообще Уже не знаю Когда это все Закончится И такое ощущение Вот у меня создается Что это вообще Никогда не закончится Вот честное слово Даже вот там Говорят Ну типа Во-первых Разговаривают Что увеличить Карантин Еще на две недели У нас Тип 26 Апреля Да Апреля Заканчивается Карантин Сто процентов Он не закончится И увеличат Вроде бы как На две недели Еще Но Врачи И там Главное у них Какой-то там Я не знаю Говорит Что нужно Адаптироваться К этой ситуации То есть Это Надолго Все будет Затянется А еще Я вчера Слышала По телевизору Что Когда будут Хоть и наступят Там улучшения Когда-никогда Конечно Это закончится Но я уже Не знаю Когда это Закончится Вообще И Какая-то Врачиха Вчера сказала Что Обязательно Все Волна Новая Повторится То есть Мы выйдем Нам разрешат Выйти на работу Естественно Знаете Как я будем Выходить на работу В масках Вот в этой Вот Глаза Защищенные И потом Вот когда мы Все выйдем На работу Опять Это Начнется Волна Зараженных Мне кажется Это К этой ситуации Вот нужно Адаптироваться И И не знаю Пока не выйдет Не выйдет Прививка А прививка Выйдет Через год Минимум В общем Трындец какой-то Ничего хорошего У нас нету В России Я смотрю Тоже зараженных Уже Тридцать Два Две Тысячи Трындец Про Америку Я вообще Молчу Там по-моему Семьсот Сейчас я вам скажу В Америке Сколько Если вы не следите За этим В Америке Семьсот Шесть Тысяч Представляете Семьсот Шесть Тысяч Восемьсот Тридцать Два человека Это охренеть Можно Если начинать Думать О такой ситуации То просто Вообще Депрессняк На тебя Накладывается В этом году Мы наверное Ни море Не увидим Ни пляжи Бары И рестораны И отели У нас вообще Поговаривают До Рождества Не открывать Но это до Рождества А там Хрен его знает И посмотрим В общем В этом году Будем покупать Надувной бассейн Ставить здесь На крыше И купаться В бассейне И принимать Солнечные ванны Тоже здесь Грустно конечно Не знаю Если это сделано Человеком То Этому человеку Даже я не знаю В общем Триндец капец Срода не думали Что такое Произойдет с нами Что такое Мы будем жить А вот знаете Я еще что подумала О люди Вот с слабой психикой Вот много же Много же У них наверное Психика вообще Очень слабая И самоубийств много Кстати Многие говорят Типа Куда делись Сердечники Куда делись Там с другими болезнями Люди Они никуда не делись Они так же существуют Они так же и умирают Как и сердечники Я уже много раз говорила Что у нас Если вот Болеешь То в больницу Не надо идти Но врач Тебя принимает По телефону Назначает Лекарства Если уж Нужно идти В больницу То Ничего страшного Поедешь Вот И все И никуда не Не делись Так же они регистрируются Больные От От Присердечных Приступов Больные От старости Так же они Регистрируются И Бутует мнение Что всех подряд Сейчас Записывают При Что Вот Умер человек Например От сердечного Приступа А его записывают От коронавируса Нифига У нас наоборот Говорят Вот Кто они там Врачи Главные Они говорят Наоборот Очень много Случаев Когда люди Умерли от коронавируса А их не зарегистрировали Как от этой болезни Потому что Во-первых Не было тестов Во-вторых Не выявлены Они были То есть Умерших От коронавируса Намного Намного Больше Потому что Их не выявляли И У нас Даже вот Есть Я говорила Что у нас Есть врач В семье И он говорит Что многие люди Умерли от коронавируса Но их просто Не записали Что Записали там Сердечный приступ Или еще что-то А на самом деле Он умер от коронавируса Вот И А то что говорят Да сейчас всех Кашля Типа умер И все От коронавируса Нет Наоборот Все наоборот То есть То есть Если бы И И И Зараженных Намного Больше В мире Потому что Мало ли Не в мире Везде Да Не всем же Подряд Делают Эти тесты Они Этот вирус Он Себя может И не Приявить Поэтому Нужно быть Осторожнее И сидеть Дома Друзья Немножко Вам рассказала Если бы Были Какие-то Новости Такие Прям Знаете Что Прям У Все У нас Там Три Человека Зараженных И Там Сто Тысяч Выздоровевших Хотя У нас Семьдесят Тысяч Не так Уже Много Тогда Я вам Сообщила Но Каждый День У нас По Четыре По Пять Тысяч Зараженных В день Поэтому Что Рассказывать Каждый День Одно И Тоже Каждый День Одно И Тоже Вот Солнышко Вроде Выходит Туман Рассеивается И Выходит Солнышко Видите Выглянуло Солнышко Светит На лугу А я Пойду Шапки Пасхам Делать Куличам Взбивать Белки Ходить Не могу Ноги Не ходят Ни ноги Ни руки Вот Такие У меня Пасочки Вышли Мне Очень Они Нравятся Класс Ну Ведь Класс Ну Пишите В комментариях Что Это Класс Так Вот Уже Хочется Попробовать Куличи Пасха Будет Потом В серединке Она Должна Быть В Холодильнике И На Этой Прекрасной Нотке Всего Самого Лучшего Всем Пока Пока